Итак, дорогая церковь, сейчас я бы хотел предоставить слово и возможность высказаться тем, у кого есть свидетельство, кто хочет поделиться славой Божией, особенно тех, кто был в прошлом служении, на прошлом семинаре, конференции. Не зажимайте славу Божию, словом свидетельства мы побеждаем нашего врага Аминь, что никто не хочет сказать. И у кого нет поделиться? Нечем? Лен, есть что сказать? Пару слов о славе Божьей. Ну, я так скажу. Я просто хочу сказать о том, что приезжал этот проповедник, да? 56 лет ему, да? 56, я так понял. Ну, и знаете, и я и сегодня буду говорить здесь об этом, то, что всегда куда я ни попадал, Украина, Россия, Болгария, мне всегда говорили, ну, я вообще эмоционально так говорю, проповедую, и мне всегда говорили, ну, не переживай. Ну, как бы, это сейчас, пока ты молодой, вот, это вот все пройдет, как бы, знаете, этот огонь, он, как бы, вот, потухнет. Это просто ты сейчас молодой, вот, пока горишь, эмоциональный такой, вот, теплый, ну, там, там участвуешь, там, там участвуешь. Знаете, ну, когда я увидел этого человека, посвященного Богу, который в 56 лет горит, в 56 лет он ездит по всем странам мира, в 56 лет он проповедует, не так проповедует, что... Ну, вот, Господь пришел. Ну, он действительно горит, он действительно имеет это откровение в сердце своем, он действительно высвобождает эту славу Божию из уст своих. Ну, то я, я тогда думал, когда мне говорили это, что все угаснет, я думаю, ну, может, точно все угаснет, как бы, в натуре все погаснет, как бы, вот, со временем. Ну, ну, теперь я понял, начал понимать, что ничего не угаснет, ну, понимаете, ну, надо возогревать, надо возогревать. То, что он говорил о помазании, меня очень, это слово очень коснулось о помазании, знаете, что помазание, оно дается один раз, да, но удерживаешь ли ты его сегодня? Ну, это то, что меня коснулось на той конференции, вот, именно моего сердца, вот, об этом я получил откровение, ну, как мы, как нужно держаться за вот это, знаете, как нужно держаться за Бога живого, как нужно держаться и знать Бога живого. Не просто, не просто какую-то систему или какую-то структуру, а держаться именно за Него, ну, познавать Его еще больше, удерживать эту силу, огонь, ну, внутри себя, чтобы отдавать другим. И я просто, ну, вот, ну, восхищаюсь вот такими людьми, которые, вот, несут этот Божий огонь. И слава Господу! Большое спасибо, Григорий, за Его свидетельство, за Его откровение. Дорогая Церковь, мне вот сегодня выпала честь вести Слово Божие. Вот, и я вот рад всех вас сегодня видеть в добром здании, чтобы все очень здоровы и в хорошем расположении Духа. И сегодня Бог побуждает размышлять с вами на такую тему, на такое понятие, как зрелость. Давайте мы прочтем сегодняшний отрывок, это послание к евреям, шестая глава, с первого по шестой стихи. Если у кого-то нет Библии, на проекте есть, это можете читать. Послание к евреям, шестая глава, с первого по шестой стихи. Давайте прочтем. Можем все вместе прочесть? Давайте прочтем все вместе. Три, четыре. Посему, оставим в начатке учения Христова, поспешим в совершенство, и не станем снова полагать в основании обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях для возложения рук, воскресения мертвых и о суде вечности. И это сделаем, если Бог восходит, ибо невозможно однажды посвященных, и вкусивших дара небесного, и заделавшихся причастникам Духа Святого, и вкусивших глагола Божия и сил будущего века, и от ваших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божия, предупреждения мертвых дел. Аминь. Давайте вспомним наши головы и помолимся. Славный Бог, мы сейчас будем разбирать Твое Слово. Мы просим Тебя, Отец, благослови, пожалуйста. Благослови, приготовь то Слово, которое Ты хочешь сказать. Отец, мы просим Тебя, благослови, открой сейчас наши сердца, Господь, и поспой нам услышать именно тот смысл, который Ты хочешь нам передать. Отец, мы просим, чтобы Твое Слово было живым, живым и действенным, чтобы это Слово Твое давало силой и зажигало в нас Твой огонь. Отец, мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. На самом деле, зрелость – такое очень большое широкое понятие, большая, очень обширная тема. И когда я начинал готовиться к этой теме по этому слову, то я не сразу увидел широту этого понятия. «Зрелость» – это термин, который мы используем как в нашей повседневной жизни, в мирской, так и в духовной жизни. Давайте попробуем поразмышлять, что же Бог хочет до нас донести. У нас, в общем, обиход есть такое понятие, как спелый фрукт, спелые зрелые овощи. Особенно сейчас, когда пора начинать собирать урожай, мы видим, что на улице здесь свежие, спелые овощи и фрукты. То есть пришло время, и они созрели. Приходит время, и мы собираем урожай. И не бывает такого, чтобы как только посадилось семя, оно тут же бывает в воды. Такого нет. Плоды должны созреть. Только когда плоды созреют, их можно применять по их прямому назначению. Их можно есть. Мы говорим с вами очень часто «зрелый человек». Какой смысл мы закладываем с вами в это выражение «зрелый человек»? Как вы думаете, по вашему мнению, кто такой «зрелый человек»? Есть какие-нибудь мысли? Наверное, «зрелый человек» — это в первую очередь взрослый человек. Аминь? Сразу же ассоциация, что это взрослый человек. Не ребенок, не юноша, не подросток. А именно взрослый, который повидал жизнь, который набрался определенного жизненного опыта. «зрелый» мы называем того, кто готов внести ответственность за свои поступки, мысли и дела. Мы с вами можем доверить управлению автомобилем маленькому ребенку? Нет. Мы можем доверить маленькому ребенку вести серьезный бизнес или управлять самолетом? Конечно же нет. Это все делают только взрослые люди, соответствующими знаниями, навыками и умениями. А как вы понимаете выражение «быть зрелым верующим»? Что значит «зрелость» в каком смысле? По-простому, если сказать «бы зрелым» значит «бы взрослым». Давайте попробуем подробнее разобрать этот термин. Вообще точно неизвестно, кто является автором послания к евреям. Многие теологи и богословы не приписывают авторство апостола Павла. Оно адресовано к иудеям, христианам, то есть к мессианским евреям, которые в результате гонений и преследований первых верующих обратились из христианства к иудаизму. Одной из целей этого послания является обрести зрелость, всецело долагаясь на Бога. Зрелость в духовном смысле – это несколько составляющих. Это рост в Слове Божьем, это рост в святости, укреплении веры и утверждении в высоконравственной жизни. Давайте мы попробуем подробно остановиться на этом. Давайте мы еще раз первый стих прочтем сегодняшнего отрывка. Все нашли? Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим совершенствовать, и не станем снова полагать основанием к обращению от мертвых дел и верить. Да. В сегодняшнем отрывке вот в первом стихе написано «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». В югреском переводе написан этот стих, там написан призыв. Давайте стремиться к зрелости. Зрелость и совершенство здесь дождественные понятия. Оставить начатки учения значит пройти начальный этап и двигаться дальше. Не застревать на уровне детства. Чтобы лучше было понятно, давайте прочтем, вернемся немножко назад, и прочтем пятую главу, 12 по 14 стихи. Пятая глава, послание к евреям, пятая глава, 12 по 14 стихи. Все нашли? Давайте прочитаем. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не святущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к развлечению набрать. Друзья, мы с вами, здесь многие родители, понимаем, что значит кормить грудного младенца. Высококалорийная пища вместо грудного молока. И наоборот, мы знаем, что взрослых одного молока крайне было. Вы можете поэкспериментировать и покормить свои домашники только молочными кашками и овощными крышками. Те семьи, особенно в которых есть мужчины, там реакция будет незамедлительная. Церковь. В нашем понимании, если ребенок не по годам развит и умен, то он вундеркинг, то он гений. Таких рождается один на пятьсот тысяч, либо на миллион. Но если же физический возраст гораздо больше умственного, то есть когда взрослый человек с интеллектом ребенка, то мы говорим, что это человек болен, что это патология и это ненормально. Так ли не так? Так. Если человек не развивается и не стремится повзрослеть, то он умолен. В 13 стихе мы прочитали, что всякий питаемый молоком не сведусь в своей правде, потому что он младенец. Младенец ничего, кроме положительных эмоций, окружающим не приносит. Вы согласны со мной? Какие полезные дела может совершить младенец? Никаких. Мы можем только умиляться и любоваться. Какой красивый малыш. Глаза как у бабы. Ротик как у мамы. Какой он маленький, красивый, хороший. Но вот когда он вырастет, вот тогда мы возлагаем определенные надежды на наших детей. Мы ждем, когда они повзрослеют. Так же и Бог, глядя на нас, Он ждет, когда мы станем взрослыми, когда мы вырастем. Давайте посмотрим еще одно место. Это первое послание Коринфянам 3 Павла с 1 по 3 стихи. Посмотрим, что говорит Апостолий Павел. Первое Коринфянам 3 Павла с 1 по 3 стихи. Тебя нашли? Давайте прочитаем все вместе. У кого нет Библии на проекте? Давайте. 3-4. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, спор и разногласие, то вы не плотские ли вы, и не по человеческому реабычию поступаете? Апостолий Павел пишет, что я не могу говорить с вами, потому что вы младенцы, потому что вы плотские. Мы с вами тоже должны постоянно расти, пока не достигнем зрелости, духовной зрелости, пока не достигнем совершенства. Бог ждет, когда же мы с вами станем зрелыми, когда же мы с вами научимся брать на себя ответственность, когда мы начнем с вами здраво рассуждать, понимать, совершать поступки, присущие взрослым и зрелым людям. Дорогие, просто придерживаться веры достаточно. Мы вообще хотим стать зрелыми людьми? Только Наташа хочет. Мы хотим стать зрелыми людьми, церковь. Аминь. А мы с вами стремимся расти, расти в слое Божьем. Мы хотим этого имени. Друзья, рост зрелости будет происходить тогда, когда мы перейдем с вами на твердую пищу, как написано в 14-м стихе, в 15-й главе, как свойственно совершенную твердую пищу. Как следствие, после приема твердой пищи Слова Божьего, и появляются силы, после этого будут и соответствующие плоды. Бог точно желает, чтобы в нас происходили эти перемены. Бог точно желает, чтобы в нас была огромная жажда познавать Господа, быть ближе к Нему, не слушать о Нем, а слышать Его. Я смотрю, у нас почти у всех, да, есть Библия? Кто читает Библию больше одного раза в неделю? Есть такие? Аминь. Кто постоянно размышляет над Словом Божьим? Есть такие? Аминь. Автор послания к евреям говорит, оставьте начатки, оставьте свои ростки, повзрослейте и стремитесь к совершенству. Бог через это послание говорит, начало уже положено, ты молодец, только не останавливайся. Мы с вами все здоровые люди, мы с вами далеко не инвалиды. И наш духовный возраст должен соответствовать нашему физическому возрасту. Наше тело не должно расти быстрее, чем наш духовный человек. Ты согласны со мной? Далее. Зрелость это еще и рост святости. Давайте мы прочтем следующее местоописание, послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Все нашли, давайте прочитаем все вместе. 3, 4. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Аминь. Без святости не может быть зрелости. Более того, как написано, никто не увидит Господа. Иметь мир со всеми и святость. Наш Бог святой. И грех, который есть в нашей плоти, не позволяет нам в полной мере приблизиться и насладиться общением с Господом, как это делал Адам на прихопадении. Вот и плоти нам известны. Давайте мы сейчас прочтем еще одно место. Это послание к римлянам, 6 глава, 22 стих. Послание к римлянам, 6 глава, 22 стих. Все нашли? Послание к римлянам, 6 глава, 22 стих. На проекторе есть. Давайте все вместе прочтем. 3, 4. Но ныне, а когда вы освободились от греха и стали романами Бога, плот ваш есть святость, а конец жизни речи. Аминь. Как написано, плот ваш есть святость. Когда мы с вами освободились от греха, стали свободными в Иисусе Христе, наш плот – это святость. Другими словами, святость – это признак зрелости. Это то, чего Господь ожидает от нас. Мы ведь тоже ожидаем, что когда-то наши дети вырастут, мы сможем разговаривать с ними на серьезные темы, мы сможем доверять им в серьезные дела и так далее. Святость начинается в тот момент, когда мы полностью посвящены Богу, принесены Ему в дат, делаемся Его собственностью. Это не значит, что в тот момент человек уже делается святым в том смысле, в котором он призван быть. Святой – значит отделенный для Бога. Не такой, как все. Как написано в 1 Коринфянам, 6 главе 17 стихе, святой – значит единство человека с Духом Господнем. Святой не значит безгрешным. Я хочу, чтобы вы правильно понимали это. Святой не значит безгрешным. Как принято у нас понимать это слово. Как написано в Писании – все согрешили и лишили славы Божьей. Это лишь говорит о том, что теперь, по моей собственной воле, с полного моего согласия, со всей своей решимостью, я отдаю себя Богу. Теперь я Божий. До самого конца. В этом смысле, святость человека, конечно же, сочетается с какой-то долей греховности, потому что человек отдает себя Богу и говорит, Господь, я хочу быть Твоим и только Твоим, и сам, и сам. А вместе с этим, в нем есть еще остатки греховности и несовершенства, которые должны постепенно, со временем, переработаться и исчезнуть. Вы не утомились? Пойдем далее. Укрепление веры. Кто помнит, что такое вера? Отлично. Существление ожидаемого и уверенности невидимого. Отчего происходит рост нашей веры? Послышим. Аминь. Давайте откроем еще одно место Писания. Послание к Евреям, 5 глава. 11 стих. Послание к Евреям, 5 глава, 11 стих. Если все нашли, давайте прочтем все вместе. 3, 4. А всем набежало нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделали неспособность. Слушаем. Друзья, мы способны вообще слушать, а способны слышать Его голос, Его волю, Его слово. Как у нас вообще со слухом? Нормально все? Здесь автор Писания этого послания, он обращается к евреям, христианам, говорит, Друзья, народ мой избранный, вы не способны слушать. Бог говорит, я много мог бы с вами поговорить, много могу вам рассказать и объяснить, но вы меня не слышите. Иногда мы с вами похожи на этих евреев и не хотим слушать. Иногда мы с вами полагаемся не на слово Божие и обедование, которое Он дает, а только на свои собственные гнины, на собственное мировоззрение. Посмотрев еще раз 4 по 6 стихи сегодняшнего отрывка, здесь вот кроме определения, которое мы вспомнили, что есть вера, как она проявляется? Простыми словами, вера – это полное доверие в подчинение Богу во всех сферах жизни. Не только в церкви, не только по воскресеньям и не только на богослужении. Полное и безоговорочное доверие Иисусу. Я хотел бы сейчас вернуться немножко назад по истории и открыть место Писания. Это книга пророка Иезекииля, 14 глава со 2 по 5 стихи. Пророк Иезекииль, 14 глава со 2 по 5 стихи. Я немножко объясню, в какой период времени написано это послание. То есть это в то время, когда израильский народ был порабощен и был умным туда. И вот пророк Иезекииль, находясь в плену, он пишет это послание. Если все нашли, давайте прочтем со 2 по 5 стихи. 14 глава. Иезекииль, 14 глава. И было ко мне Слово Господь, Сын человеческий, и все люди допустили идолов своих, сердцев своих, и поставили соблазн и честья своего перед лицом своими, могу ли я отвечать? Посему говори с ним и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто из Дома Израилева допустит идолов своих в сердце своем, и поставит соблазны и чести своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть Дом Израилев поймет сердце свое, что все они через своих идолов сделали чужими. Это происходит в тот период времени, когда стены храма Господня были исписаны израяниями и идолами. Вообще, это самое страшное, что может быть вообще, произойти в нашей жизни, это стать чужим для Господа, когда Бог оставляет тебя. Это происходит тогда, когда старейшины и первосвященники израильского народа, которые призваны служить Господу в храме, они молятся на восток, к солнцу. Когда сердце израильского народа было обращено не к Господу, а к идолам, башкам, всяким изображениям и извояниям. Был такой момент в жизни израильского народа. Дорогие, насколько крепка наша вера? На примере израильского народа, который допустил идола в свое сердце, Бог говорит, чтобы мы ни в коем случае не забывали, кто наш Бог. И допускали идола в сердца наши. Сегодня мы можем смело говорить о таких вещах, которые нас окружают. Когда мы молимся и бросим у Бога работу, когда получаем ее, она становится у нас на первый план. Очень часто происходит так, что со временем затирается в памяти, что именно Бог дал нам ее на наши же молитвы. Когда после наших молитв мы получаем финансовое благословение, деньги тоже очень легко могут закрыть нам глаза. Когда у нас проблемы со здоровьем, раньше, как часто бывало, до уверенно, мы бегали по целителям, по банкам, по различным там заговорам, как и нам. Очень легко на самом деле сотворить себе идола из любимого предмета, из любимого рода занятий, человека, финансов и так далее. И можно даже и не заметить, как это произойдет. Сейчас такое вот хотел бы поступление сделать, рассказать вам одну притчу. Представьте, вот Беларли Хиллс, Лос-Анджелес. Один большой вот дворец, который выставлен на продажу. Большая главная вила. Приходит покупатель, осматривает имение, там куча спален, бассейнов, ванн и так далее. И он очень восхищается всем этим богатством и убранством. И потом он говорит, спрашивает у риотера, «Можете ли вы мне сказать, какова цена этого имения?» Вот такой вопрос последовал ответу. Цена этого имения – душа его хозяина. Собирать богатство, чтобы увеличивать свое имение, было целью всей жизни умершего. О своей душе он не позаботился. У него на это просто не было времени. Дорогие, что мы собираем в своем сердце? Где вообще наше сердце? И какая вообще у нас вера? Есть ли она у нас? В сегодняшнем отрывке написано, с 4 по 6 стихи, что невозможно однажды просвещенных и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают Иисуса. Другими словами, не верят Иисусу. Эти слова обращены сегодня к нам с вами. К нам, которые вкусили дара небесного, но, может быть, отошли, покинули, охладели Господу. По каким-то причинам отвернулись от Иисуса, заменив Его в своей повседневной жизни чем-то или кем-то другим. Я повторюсь и скажу, что придерживаться веры сегодня недостаточно. Сегодня многие рассуждают так, что не надо не ходить в никакую церковь. Я сам по себе верю. Я сам верю, что Бог есть. В сердце там молюсь, и мне этого достаточно. Друзья, я хотел бы, чтобы мы правильно понимали, и чтобы враг не заводил нас в заблуждение. Просто удерживаться верой – это неприемлемо. Надо обязательно грести, плыть и расти. Укрепление и рост веры – это процесс, порой, длительный. Это процесс взросления и зрелости. Еще одна из составляющих зрелости – это утверждение высоконравственной жизни верующего. Что это значит? Что значит быть высоконравственным верующим? Давайте прочтем послание к евреям, 13 глава. С 1 по 9 стихи. 13 глава с 1 по 9 стихи. Какими мы с вами должны быть? Как мы с вами должны жить? Все нажмем? Давайте прочтемся вместе. 3, 4. Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые не знают, вы оказали гостеприимство ангелам. Помните кузников, как вы и вы, не имели в вузах, страивающих, как и сами, доходитесь с теми. Брат у всех да будет честен, не ложен и порочен. Глубников уже и любодеев судит Бога. Имейте нрав, не слепролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, «Не оставлю тебя и не покинуть меня». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь». Что сделать мне человеку? Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божьего. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере в их. Иисус Христос вчера и сегодня в его веке тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укрепляйте сердца, а не ястрами, от которых не получили пользы занимающихся ими. Аминь. Аминь. Сложно что-то добавить, да? После таких строк. Все написано, все понятно, все сферы жизни написаны. По сути, жить нравственной жизнью верующего это то, что делал Иисус. Быть своим для всех. Любить ближних, почитать старших, укреплять сердце свое благодатью, а не ястрами. Не быть скупыми на оказание помощи нуждающимся и так далее. Давайте поразмешляем вот по поводу утверждений высоконравственной жизни для примера над таким понятием, как свобода. Как вы понимаете это слово свобода? Что для вас свобода? Как вы думаете? Вы вообще свободны или нет? Да. Что для вас свободны? Само свободно брать, то, что нужно, для духа, для сердца, для души. Еще какие мнения есть? Вообще свобода это такой очень большой термин, большая тема для отдельного разговора и для отдельной опробности. Вот мы вот так вот озвучили мнение, что есть свобода. А кто может сказать разницу между свободой и вседозвольностью? есть разница и есть грани? Большая разница. Как ее определить? Потому наш человек объединяет. Ага. Друзья, правильно ли мы с вами понимаем такие понятия как свобода? И зрелое у нас вообще восприятие? И какими глазами мы с вами воспринимаем окружающий мир? Сегодня под вывеской борьбы за свободу творятся страшные дела. Убиваются сотни людей, развязываются настоящие войны и, казалось бы, в благих целях борьбы за свободу. Я ни в коем случае сейчас не хочу коснуться никакой политики, я в чём-то вы поняли просто меня правильно. Сегодня разрешаются, а уже в некоторые страны перегистрируются однополные браки. Более того, таким всеми разрешаются усыновлять детей. По крупнейшим городам мира проходят парады сексуальных большинств. Что это такое? Это свобода? Это истинная свобода? Это зрелое и правильное понимание свободы? в Писании чётко написано. Где свобода? Там, где Дух Святой. Там, где Дух Святой, там свобода. там, где Дух Святой, там истинная свобода. Размышляю вот над этим термином, над этим темой, я вот для себя сделаю, что для меня свобода? Что такое для меня быть свободным? Быть свободным это, когда никакие факторы, внешние или внутренние, не могут повлиять на мои отношения с Богом. Для меня вот это свобода. Друзья, признак зрелости это, когда мы перестанем задавать Богу некорректные вопросы. Как мы учим наших детей плавать? Как мы учимся плавать? Наш город расположен на берегу прекрасного моря. Все мы любим купаться и знаем, как учить. Находясь на берегу, ребенком на глубине по колено мы никогда не научим ребенка плавать. Вы сами никогда не научитесь плавать. Так или нет? А что нужно сделать? Нужно зайти поглубже и выбрать ту глубину, когда ноги не касаются дна. Тогда ты научишься плавать. Одним из признаков духовной зрелости является то, когда в окружении проблем и критических ситуаций мы с вами не будем спрашивать у Господа Бог за что? Бог почему? Бог почему я? За что мне это все? Когда мы будем задавать совсем другой вопрос. Бог а для чего ты это делаешь? Чего ты ожидаешь от меня? Что я могу сделать для тебя? Что я должен сделать для тебя? Друзья, вы чувствуете разницу? вот это зрелость. Итак, для чего же нам необходима духовная зрелость и как определить степень зрелости? Конечная цель стремления к зрелости это наследие вечного Божьего адектования. Как определить что ты созрел? Как определяем что созрели? По плодам так? По плодам по нашим мыслям поступкам и делам по той мере ответственности которую мы берем на себя ради царства Божия. Мерой ответственности определяется мера степень зрелости и благословения. Я еще раз повторю меры ответственности определяется степень зрелости и благословения. Когда настаёт время собирать уважаемое? Когда Бог созрел. Я призываю вас, чтобы наши плоды, которые мы взращиваем, и которые в процессе созревания, в конце концов были бы приятны для глаз Господа, ароматны для Его дыхания и сладки на вкус. Я уверен, что мы с вами обязательно свидетелями больших изменений, которые начинаются происходить. Начинают происходить в наших глазах, потому что мы с вами уже созрели до этого. Давайте мы сейчас закроем склоны наши головы и будем молиться. Давайте сейчас мы попросим Господа, чтобы Он открыл нам наше сердце и показал показал нам наши ошибки. Показал то, чего Он ожидает от нас. Друзья, мы прожили в тринадцатом году семь месяцев, сегодня последнее богослужение июля. Как мы прожили это время? Извлеклили мы какие-то уроки из прошедшего времени? Приблизились мы к своей цели, к своему готовому? Сделали мы хотя бы полшага в сторону Господа, к зрелости? Мы вообще продвинулись вперед хотя бы на чуточку или остались молодецами? Продолжается ли в нас сейчас процесс созревания планеты? Стремимся ли мы с вами получить наследие вечного небесного обетования Господня? Давайте помолимся. Великий Бог, благодаря Тебя сейчас за это время, за Твое Слово, за то, что Ты благословляешь, показываешь и говоришь на то, чего Ты хочешь от нас. Господь, мы просим Тебя открой, пожалуйста, наши сердца, вложив в наш разум, Господь, свое откровение. Господь, позволь нам услышать Твой голос, позволь нам услышать и правильно понять, Господь, Твою волю, отец, то, чего Ты ожидаешь от нас. Господь, позволь нам созревать в Тебе и приносить Тебе тот хлор, который Ты ждешь, приносить Тебе прекрасные и сладкие плоды, отец. Славный Бог, Бог, позволь нам быть Твоими соучастниками и соработниками для вечного Твоего обидования. Господь, используй просто нас. Используй нас для Своей славы, для исполнения Твоей воли, Господь, Твоего желания. Мы уповаем только на Тебя, Господь, и все даем в руки Твоей, Отец, и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте его прославим сейчас, Господь. Господь, ты самый ценный, самый дорогой, что есть. Ты ценнее всякого серебра и дороже золота. Ты, Господь, ценнее серебра. Ты, Господь, дороже золота. Ты, Господь, прекрасней жемчугов. Ты, Господь, один лишь мой. Только ты, Господь, спаситель мой. Только ты, упованье моё. Только ты, Господь, создатель мой. Только ты, Бог, 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 не силятец. Ты, Господь, ценнее серебра. Ты, Господь, красней жемчугов. Только ты, Господь, спаситель мой. 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 только ты и и и и и и и Слава Господу.